Всем привет снова. Меня зовут Юлия Волчок. Я уже проводила онлайн трансляцию на странице и с поддержкой Месяца фотографии мы поднимали белорусскую тему с фотографом Женей Отецким. Я фоторедактор. Нас пригласил Арнис Балкус поучаствовать в Рижском фотомесяце. И сегодня мы продолжим разговаривать про работу фото-журналистов, фотоэкорреспондентов. С другими журналистами и немножко по другой теме, но в целом это как такая обоюдная тема про то, как работать журналистом, как доводилось работать фото-журналистом в Беларуси. Сегодня с нами будут, если в прошлый раз мы проводили дискуссию, то сегодня, я думаю, просто будем в более спокойном режиме разговаривать. Ребята будут делиться своим опытом и опытом наших коллег. Я хочу представить Ирину Ореховскую. Она фотограф-фрилансер. Работала с разными независимыми белорусскими зданиями. Работала на мероприятиях в 2020 году в Беларуси. Ира закончила школу Док-Док-Док в Санкт-Петербурге. И сейчас учится в школе Фримова в Лодзе. Я думаю, правильно называется. Ира расскажет... Мы поговорим сегодня с ней. И второй фотограф — это Дима Брушко, фотокорреспондент, фото-журналист. До недавнего времени самого большого портала в Беларуси информационного, Тутбай, который разгромили, можно сказать, убили силовики. Ой, простите. Я не знаю, власти Беларуси. И Дима расскажет тоже про свой опыт. Дима опытный фотограф. Он работал с разными международными изданиями, с белорусскими изданиями. И, мне кажется, занял уже свой вес в белорусской фото-журналистике. Тоже расскажет про то, как ему работалось. Он тоже активно освещал все события прошлого года. Немножко этого. Мы заявляли тему «Играть из правил». Я просто не понимаю, как по-другому можно было назвать эту нашу дискуссию. Потому что один латвийский журналист обратил внимание, когда мы с ним разговаривали, о том, что мы назвали так нашу дискуссию, а по сути задаются вопросы, как журналисту, фото-журналисту выходить на улицу, как ему готовиться к съемке, как оценивать риски для себя, для героя, для издания. Ну, то есть, по сути, подразумеваются какие-то правила. На самом деле, каждый раз от съемки к съемке эти условные правила меняются, потому что они есть, но их как бы нет. Поэтому это такая очень какая-то гибкая субстанция, когда человек выходит на съемку. И мне кажется, что то, что у нас названо «Играть без правил», это очень хорошо вообще описывает ситуацию работы фото-журналистов, вообще журналистов в Беларуси. Вот. Я скажу, что еще раз спасибо от «Рижскому месте фотографии» за то, что мы можем вообще разговаривать на такие темы. Вот. И я прошу вас писать комментарии, вопросы в Фейсбуке. Мы потом в конце поговорим, ответим, обсудим что-то. Вот. А сейчас я бы, наверное, дала слово Диме Брушко. Мне нужно секундочку подключить свой экран. Я буду показывать Диме на фотографии. Вот. И мы поговорим, в общем, про Димину работу. Сейчас, секундочку. Так, я могу говорить, Юля? Да, ты можешь начать говорить, пока я получаю. Да, добрый день. Я зовут Дмитрий Брушко, я фотокорреспондент. Я могу сказать, что я как бы уже давно в журналистике. То есть я перешел в независимую прессу, в журналистику, которая не связана с негосударственной журналистикой белорусской. В 2004 году начал снимать. Потом вот до сих пор, вот до 2021 года я работал фотокорреспондентом в независимых изданиях. До этого я могу сказать, что как бы у меня папа работал фотографом. Наверное, один из лучших фотокорреспондентов белорусских за всю историю Сергея Брушко. Он, к сожалению, ушел из жизни в 2000 году, но как бы я застал эпоху, когда он работал. То есть мы как бы, по сути, это два поколения фотографов. И мы, и я, и он работали на митингах, на акциях протеста. И там у меня уже были, условно говоря, четвертые или пятые выборы президентских в Белоруссии. То есть еще референдумы. И это все как бы всегда было жестко, сложно, неприятно. Но всегда это было как бы очень быстро. Проскальзывали эти выборы, эти референдумы. Очень быстро это было там неделя-две и все заканчивалось. Плюс еще как бы как журналист, ну тебя в принципе все-таки не трогали. Как бы там ни говорили, считалось, что людей, которые против Лукашенко, очень мало. Соответственно, побить тех, кто вышел для того, чтобы мало, неповадно было другим. А журналистам не трогали, потому что слишком много шума от того, что трогают журналистов. Задерживать его, там, садить в тюрьму. Это все было очень... Можно было, но сложно. В общем, ситуация такая продолжалась до моей памяти уже до 20-25. И для меня выборы 2020 года начались, наверное, скажу так, в мае или июне что-то такое. 2020 года, когда начали собираться подписи, когда произошли какие-то видные изменения очень серьезные, когда люди начали строиться в очереди за поставить подписи. И видно было, что реакция власти очень нервная, потому что такого количества людей, которые готовы было поставить подпись за альтернативных Лукашенко кандидатов, было очень много. И ситуация такая... Вот для них казалось это... Сначала не казалось угрозой, но когда очереди километровые выстраивались две или три недели подряд для того, чтобы выстроить подписи, им стало что-то понятно, что люди не хотят голосовать за Александра Лукашенко. И ситуация так начинала меняться относительно журналистов, снимающих сами процессы, которые происходят в Беларуси. Потому что сначала их не трогали, потом мы начали их немножко напрягать своим присутствием на улицах городов, снимающих все, что происходит, разгоны, которые начались в середине июля на самом деле. И это продолжалось до 2021 года. И с каждой неделей ситуация изменялась в худшую сторону относительно работы журналистов. Потому что авторитаризм, по своей сути, одна из главных причин вообще авторитаризма, прихода и поддержания его у власти, это красивая картинка. А красивая картинка в случаях в Беларуси, она не работала, ее не было. Была картинка, которая не нравилась властям, которая показывает огромную массу людей, которые не готовы голосовать за Александра Лупашенко. И с каждой неделей эта картинка становилась еще яснее и четче показывала, что изменения уже структурные и проходят во всей стране. Соответственно, причина властей, что они собирались делать? Они собирались как-то ужесточать отношения к журналистам, которые снимают, потому что мы портим картинку. Это продолжалось каждую неделю. Рамки дозволенного уменьшались. Сначала было просто, можно снимать всем, потом надо было ходить с удостоверением. Через месяц удостоверения стало мало, надо было ходить уже с бумажкой, что ты не просто журналист, а тебе разрешили редакция работать на этом мероприятии. Потом настал август, журналисты одели бронежилеты, краски. Некоторые из них пострадали из-за того, что одели бронежилеты, потому что спецназовцы били их в автозаках, потому что они были в бронежилетах. И такие истории, как бы, именно я рассказываю про фотографов, фото журналистов, которые вот на первые дни после выборов их просто вылавливали. Вылавливали сначала просто потому, что вот вместе с общей массой их ловили, потом они видели бронежилет, и просто били их в автозаках. Потом ситуация изменилась еще сильнее, когда начали сотни тысяч человек выходить на улицы. Запретили иностранным журналистам вообще работу в Беларуси, а с белорусскими журналистами начали разбираться еще жестче. Начались посадки, в том числе и наших сотрудников Турбая, фотокорреспондентов, видеокорреспондентов в тюрьмы. Они сидели. Таких, я уже не помню даже, по-моему, там трое сидели. Ну, то есть в нашем... Я бы хотела... Это чуть-чуть позже было. Давай, наверное, вернемся к началу августа, вот когда мы сейчас показываем фотографии, да? Ну, мы это обсуждали. Вот первая фотография там, где... Это, по-моему, 9 или 10 августа? 9, да. Это 9 августа, начало протестов сразу. Ну, сколько там? Через два часа после закрытия сбрасных участков. Как бы... Ну, да. Это одна из тех фотографий, которая разошлась по всему миру. И, допустим, эта карточка... Ну, я решил, что в Минске не было интернета, он был полностью отключен. Мобильный интернет, стационарный интернет, не было никакого интернета. Были несколько человек, которых было в Минске интернет среди журналистов Тубая. и, как бы, в какой-то момент, когда начались первые... Ну, первое задержание началось... Я не знаю, первым мордобой, я по-другому назвать это не могу сейчас. Вот. Я где-то 20-30 минут снимал. Это была одна из первых карточек, которые я снял. Я понял, что надо срочно сдавать фотографии в онлайн, потому что связи нету. Никто не видит Беларусь, не видит тех событий, которые происходят. Я снял, добежал где-то около километра до коллеги, которого... дома, у которого был интернет, вместе с фотографом из Франс Пресс. Мы забежали к нему, каким-то образом успели передаться. Эта карточка была снята для портала Тудбай, в связи с тем, что не было интернета и международные агентства тоже хотели иметь снимки, но не могли их получить, они обратились к местному локальному порталу Тудбай, как самому большому порталу, имеющему очень хорошую фотослужбу, с просьбой разрешить им использовать эти снимки. И этот снимок был один из топов того дня в агентстве Рейтер. То есть вот эта фотография появилась первая, по сути, в агентстве Рейтер по событиям августа 2020 года в Беларуси. Это было просто надо сделать, для того, чтобы... Ну, то есть потом эта карточка очень сильно разошлась, девушку узнали, нашли. Она художница, она, как я знаю, в Киеве сейчас на данный момент, что ее парень на самом деле просто спасал от разгона на этом спутере, но он проехал вдоль этих счетов с ОМОНовцами. просто это, мы попали и мы сняли этот снимок. Вот, как бы, поэтому мне, как бы, по сути, дорого, потому что это начало всего, что происходило в 2020, ну, в августе 2020 года, скажем так. Дальше, не знаю, можем рассказывать про события, которые происходили или можем там, условно говоря, да, посмотреть следующие карточки. Одна из... Давай посмотрим карточки, они все равно будут описывать. Да, это снимок, как бы, все говорят, что Беларуси культурная революция, да, то есть, когда люди снимали там ботинки, кроссовки, сланцы, чтобы где-то приподняться, встать на лавочку. Вот один из таких кадров, по сути, то есть, как бы, девушки в белом выстраивались перед акцией протеста, сняли, снимали обувь для того, чтобы приподняться на парапет. Ну, как бы, просто показатель того, что на самом деле происходило в Беларуси в те дни. Именно со стороны протестующих. У меня дополнительный вопрос. Это вот были первые дни, и как работалось, кроме того, что там были какие-то исключительные случаи в целом? Вы могли же... Ну, я скажу так, как бы, меня пронесло, моих коллег не пронесло, кому-то прилетело, кому-то разбили камеру, кто-то сел на сутки из фотографов. Я говорю чисто про фотографов. Кому-то, кого-то забрали флешки. Мне повезло, когда взрывалась граната, когда я стоял на втором этаже дома, и возле меня взорвалась граната. Вернее, там стояли мне трое коллег. Эта граната, ну как, она взорвалась метров в трех, и слава богу, что не вылетело окно. Если бы вылетело окно, то было бы три раненых человека. Вот как бы, по сути, мне в тот день очень сильно повезло. И повезло, что я смог выбраться в тот вечер из этого здания, потому что водитель, который был с нами и возил нас, он выбежал из подъезда этого здания, чтобы завезти машину, и угодил в автозак. Это просто как бы описание ситуации. И у него, ему не помогли ни удостоверения, ни какие-то бумажки, ничего. Он просто три часа сидел в автозаке. Благо, автозак слишком, ну как благо, автозак слишком быстро заполнился людьми избитыми. Поэтому он показал еще раз удостоверение, и его выкинули оттуда. Ему просто повезло тоже. Но это вот показатель того, что как происходили первые, ну как проходили для журналистов в принципе первые дни, когда мы выходили в бронежилетах с надписью пресса из здания, ну там, из квартиры офиса, нас женщина на втором этаже увидела, и она нас перекрестила, знаешь, типа с Богом. вот так вот как бы я могу вспомнить эту женщину и понять вот что мы для меня это вот показатель, что надо было мужаться и идти работать. Но это было опасно. Это одна из, да, это те протесты, которые продолжали женщины в белом, это белый против черного. вот черно-белая жизнь в Беларуси в августе 2020 года по сути остановилась. Черные ОМОНовцы против людей в белом. И как бы ну такой, для меня это такой хороший знак его снимок. У входа улицы, где находится МВД Беларуси, главное здание, стояли вот такие вот шеренги. и просто я впервые увидел в Минске колючную проволоку. Какие бы протесты ни были, для меня это было уже впервые. До такого не доходило. Как бы все, что могу сказать, ну просто нравится снимок и он показателен очень сильно в этом плане. И опять же это вот три первых снимка, это вот белый против черного. Давай дальше. Да, мы все помним вот захватку, из-за которого начался BLM в Америке. Ну вот как бы если посмотреть, присмотреться, мы увидим, что этого парня примерно так же сдушивает, только дубинкой душит. Это как бы тот самый момент, когда ну история когда силовики решили показать себя во всей, так сказать, красе и после вот нас просто события августа 20-го года проходили на фоне событий BLM, да, и вот это вот показательные такие чуть ли не казни, расчеловечивания протестующих, да, в глазах ОМОНовцев, ГУБОПика, а это сотрудники ГУБОП, которые уже сейчас всемирно известны, Адрениславов, вот они задерживают вот таким образом людей как просто на улицах Минска. Как бы это был день, я скажу, день тайной инаугурации Лукашенко, когда это все происходило поздно вечером в центре города. Дима, у меня вопрос, с какого расстояния ты вообще где-то прятался, когда делал этот кадр? У нас как бы вот в фотослужбе, я говорю про минскую фотослужбу, потому что в каждой области был по одному фотографу Тудбая, а фотослужба в Минске состоялась четырех фотографов, одного билет-редактора, вот, у меня был единственный самый длиннофокусный объект, он был 100-400, очень тяжелый, он далеко бьет, но очень тяжелый и очень сложно с ним, немножко сложнее справляться, чем 70-200, поэтому я был как танк, то есть я стоял далеко, снимал издалека, но как бы в близости снимать невозможно, но зато видно, что происходит дальше, то есть я стоял где-то метров пятидесяти, скажем так, во время, когда я это снимал, вот именно этот снимал, потому что, ну, техника, у меня не было всего комплекта техники, я решил, условно говоря, сделать мой недостаток моим преимуществом, я работал вот так, скажем, было бы у меня 70-200, я бы, наверное, снимал по-другому, более, наверное, ближе подходил бы к тем, ну, вот, к объектам съемки. Давай дальше. Давай дальше, да, ну, как бы, по-моему, шла вторая неделя протестов, каждый день, когда уже начали выходить, они уже не десятки, тысячи просто выходили каждый день в городе, но все равно она продолжалась, и продолжался этот карнавал в центре города, когда отключали все здания, государственных учреждений, зато весь проспект освещивался фонариками мобильных телефонов, ну, по-своему, это интересный такой эффект светлячков, да, то есть, как бы, в темноте, когда горят светлячки, это вот очень что-то из этой истории такое, теплое, светлое, на фоне холодного отключенного города, где там еще висит государственный герб, флаг, вот, вот такое, давай дальше, просто как бы рассказываю, потому что свое отношение к этому, да, опять же, сто четыреста, опять же, издали, но это такое, что-то из ван Гога, да, такая, эпическая битва, добра и зла, черного и красного, скажем так, да, в черном, действия людей в черном, они очень хорошо заметны, как они себя ведут и просто травят людей, ну, это снято издали, специально, еще раз говорю, есть сто четыреста, ну, как бы, было сто, был, объектив сто четыреста, я исходил из того, что лучшее, что мог сделать, это из своих недостатков, создать свои преимущества, я забирался в основном, я просто брал, находил точки, где можно было снимать, там, чуть выше, там, подниматься выше, для того, чтобы, условно говоря, иметь обзор и не работать, с одной стороны, ты не работаешь в бизнес, с другой стороны, ты видишь, что происходит более глобально, и это, как бы, очень важно, было, в те, вот, когда я этот снимок снимал, уже фотографов, журналистов задерживали, пачками, свозили, их сажали уже на сутки, то есть, это уже был момент, когда фотографы начали прятаться в дома, условно говоря, потому что профессия стала уже просто опасной, это был вот один из таких моментов, ну, можно дальше посмотреть, лицо человека, это 16 августа, лицо человека, избитого деда, который пришел на самый массовый митинг, он был вне политики до 13 августа, когда он просто стоял на велосипеде на перекрестке, подъехал в бусик, его сильно, очень сильно избил, все, что на него лице, это просто засохшая кровь, и он решил вот на тот митинг прийти таким, каким он был, и это вот, ты просто, ну, я просто выловил его на улице, для меня это вот лицо протеста, лицо августа 20-го года. Я вижу, что у него вот майка в крови, но у него уже там на лице засохшая кровь, то есть, он надел эту майку, он решил там, там плакат по поводу фашизма, что фашизм не пройдет на улицах Минска, вот, и да, ты можешь еще на руки посмотреть, там тоже, то ли, его просто били, потому что у него был велосипед, вот и все, и это как бы, он просто пришел, говорит, что рассказал мне эту историю, когда я его снимал, говорит, что он решил, что в том, в чем его избили и как, он вот просто превышал на протест. Дальше, да? Да. Родители Елены Левченко, одной из лучших баскетболисток Белоруссии у СИЗО, ну, то есть, не у СИЗО, а у тюрьмы Крестина. Елена Левченко, чемпион Греции в составе Панетина и Коса этого года, баскетболистка национальной сборной Белоруссии, которая играла в финале чемпионата Европы по баскетболу. Человек, который, как бы, вошедший, ну, не вошедший в состав, была была очень значимой персоной в спортивной среде, которая высказалась против насилия и пыток, и против фальсификации на выборах. Ее забрали, она должна была улетать, по-моему, в октябре или в ноябре, я уже не помню, когда это было, она должна была улетать на лечение, на восстановление в Грецию перед началом чемпионата Греции по баскетболу. И вот ее забрали, кинули в Окрестина, и вот родители пришли через 15 суток встречать Лену возле Окрестина этой печально известной тюрьмы, но Лену не выпустили. Вот они им сказали в 5 часов или в 6 часов утра, что Лена не выйдет. Ну, как бы, такой очень грустный снимок, показывающий очень грустное место в Беларуси. Да. Да, дальше. 16 августа, когда казалось, что все возможно, Реобор, да, да, это 500 тысяч митинг. Там еще будет один снимок оттуда же. Да, это то самое 400 миллиметров, с одной стороны очень тяжелое, но с другой стороны помогали работать, помогали снимать так, как не снимал никто. Я всегда пытался во время съемок то, что мне не хватает, превратить в свое преимущество. Для меня это очень символично. Просто символичный плакат о том, что как бы никто не относился к плакатам. Да, давай дальше. Это еще до выборов история познавательная, когда парня задержали просто потому, что у него была майка и он ушел по улице. Я увидел вот эти микроавтобусы, знакомые мне, которые едут по полупустому городу в Минске выходной день и парень, который заказывал кофе, вот там кофейня горит слева вверху. В общем, для меня это момент, когда я выскочил из магазина, который находится там же, где кофейня, момент, когда ОМОНов с штатком вырывались и начали тащить этого парня вот срывая с него просто майку с символикой погони и просто несли в этот микроавтобус. Пытались вырвать его, разорвать и закинуть в микроавтобус. Ну, конечно, они ошаляли просто от того, что я выскочил им на перерез. Для них это был шоком, потому что они подумали, наверное, что я знал, что они сейчас выскочат из этого микроавтобуса. Но это такая история, когда показательная, когда ничего не происходило и вдруг бац, ты попадаешь в момент задержания на пустом месте человека, просто потому, что у него майка. с погоней. Давай дальше. Ну, я помню, там с этим парнем была история какая-то, он тебя нашел, как-то потом отблагодарил, да? Ну, он нашел, я ходил на суд, показывал, пытался показать снимки, как бы, что он вообще просто, он говорил, что он просто шел по улице, зашел купить с другом кофе. И вот в тот момент, когда он покупал кофе, на него навалились сотрудники спецподразделения МВД, СОБР белорусского. И вот я был, пытался быть свидетелем, показать эти снимки. У нас было, у парня это было даже видеозапись об этом задержании. Суд решил, что это, это не доказательство. На самом деле, его задержали якобы за то, что он участвовал в незаконном массовом мероприятии. Ну, это просто, это уже не про фотографию, это про жизнь история, но когда ты показываешь, как оно выглядит на самом деле, власть нынешняя как бы не хочет видеть этого. Ладно. Мне кажется, это про фотографию как раз-таки. Может быть, да. Да, эти вот самые 500 тысяч человек, вот эта вот толпа, которая пошла вечером воскресенье, 16 августа, разошлась по домам, потому что завтра на работу. Что сказать, опять 400 миллиметров, да, вот. Это тот же, тот же самый день, тот же вот, вот, главный памятник на площади независимости перед парламентом с Лениным. И вот чем-то это хреско напоминает хреско, которая находится в Болгарии, по-моему, тоже есть такая известная советская хреско, тоже воином, освободителем, по-моему, она сделана. И вот это вот просто движение красивое. Одно закрывает, будущее закрывает просто. Все. красавцы, красавцы на фоне дворца независимости, ну, дворца Лукашенко, скажем так. Снимок, по-моему, это был день рождения Лукашенко, потом он еще прилетал с, на фоне этих рядов с автоматом бегал. Это вот именно этот вечер, ну, такой, роскошная золотая жизнь на фоне черных людей. Просто аллегория, да. 9 августа, вот, в тот момент, когда я рассказывал, что я пришел к другу, коллеге сбрасываться, я сбросил снимки, фотограф агентства Франс Пресс сказал, ну, что, побежали, продолжать снимать, я говорю, нет, я чуть задержусь, я задержался где-то на минут 40 на час, а коллега побежал дальше снимать, его задержали минут через 15, его били там три часа в автозаке, потому что он был в бронежилете, он вышел один на улицу, а это снимок из окна у коллеги, просто люди, девочка ехала на велосипеде, вот, вот так это выглядело август из окна в центре города Минске. Я просто смотрю, что это милиционер в какой-то такой классической форме милиционера, да, мы просто привыкли видеть, что обычно лают, там омолы говори, говори, да, это люди такие полностью в черном, а тут получается, ну, как бы обычный милиционер, ты думаешь, это прямо обычный? там много было странного, там видно было, что там был вообще очень странный набор людей, которые, скорее всего, подбирались по принципу лояльности, как я думаю, а не по принципу принадлежности к каким-то войскам внутри, ну, то есть МВД, и там МВД, КГБ, они все там были, то есть вот там можно было испутать одного с другим подразделением, у всех иногда своя форма, иногда там чуть ли не какие-то космические костюмы были, чуть ли не дефили, ну, то есть как бы там с подачей воздуха, что-то такое, с ружьями, с гранатами, там все в черном, кто-то в синем, кто-то в бежевом, кто-то похож больше на, не знаю, на человека из мельницы, который там, то есть видно, что это были вообще люди, которые в охране тюрем вообще работают, были и такие, то есть, ну, вот этот вот такой, да, попавшийся, это было, сначала они, еще раз говорю, вот в эти дни, да, содерживали фотографов, вот, просто, когда попадались под руку, и вот первые дни, еще что-то, было более-менее возможно работать и снимать, условно говоря, то, что происходит, а не прятаться, спасаться, какие-то моменты от них же или там бегать с протестующими, потому что ты для них, условно говоря, мясо, которое надо задержать, чтобы получить премию. Давай дальше смотреть. Да. Ну, это последний снимок, это просто вот момент, когда, наверное, для меня эта история такая, тоже эмоциональная, фотография, с которой я понял, что что-то изменилось, и это президентской кампании не будет, как раньше. По-моему, июль месяц люди стояли, уже многометровая очередь, чтобы подписаться за кандидата в президенты альтернативного Лукашенко. И начался очень сильный дождь, начался такой дождь, что было просто стоять невозможно. Но часть людей из этой толпы не ушло, они просто простояли огромную-огромную сторону, они не бежали, не ходили, не смыкались, они просто стояли на одном месте. Ну, для меня это было такое внутреннее какое-то состояние абсолютно белорусское, когда мы выстоим, мы пройдем все. Для меня это в этот вот, когда я увидел, что люди не разбежались из-за не ливня, а вот шторма, там был шторм просто, я подумал, что что-то изменилось. Ну, это последние фотографии, которые просто подготовил, их больше, но они такие более эмоциональные, чем фотографии про работу, наверное. Дима, спасибо тебе большое, что ты рассказал. Я просто хочу, чтобы мы послушали Иру сейчас и потом как-то подытожили и вы рассказали уже про этот опыт, вот. Сейчас я переключу там слово Ире. Ира, привет, ты на связи с нами? Да, на связи, меня слышно. Да, ты можешь начинать говорить, пока ты начнешь говорить, я подключу твои снимки. Да, сейчас я их себе тоже отключу на экран. Я могу, наверное, пока начать. Меня зовут Ирина Араховская, я работала сначала как видеооператор, последние годы я работаю как фотограф, я всегда сотрудничала с негосударственными СМИ, и начну рассказывать, сейчас как раз включаю эту фотографию, с того, что покажу, как я выглядела на протестах в первые дни. Сейчас, наверное. Да, это я, я слева, я улыбаюсь, это первые дни. Справа замечательный оператор Таня Гаврильевич Таня прекрасный фильм показывала сейчас в Зарвине. Вот, и, как видите, я тут улыбаюсь, у меня здесь еще нету бронь-жилета, но есть, есть корочка и есть жилет-пресса. И так выглядели, в принципе, с большим мои коллеги в первые дни. Вот, в третий день после выборов можем уже, наверное, следующий кадр. Это будет, наверное, второй день после выборов, следующий кадр. Это когда я впервые увидела водомет и как он работает. Я думаю, что многие мои коллеги тоже впервые увидели водомет и как он работает. И это фотография о том, о том моменте, когда было мне страшнее всего. Потому что из-за поворота вырубила вот эта огромная-огромная машина разбивать баррикады. И она так быстро летела, что у меня первая реакция была такая убежать. Я себя еле-еле заставила, это все доли секунды, но я себя еле заставила встать, сделать два кадра и побежать в безопасное место, где меня там мог бы не облить. Как-то я быстро сообразилась, что-то должна быть какой-то овраг под каким-то деревом. Я туда спрыгнула, когда эта махина просто там все разнесла. Вот. И это второй день, 10 августа. 11 августа уже начали бить моих коллег, бить им камеры, забирать флешки. Мой коллега еще перед этим днем решил купить бронежилет. Он, видимо, понял, что все это ведет каким-то таким, ну, что все это так просто не закончится. И он поехал за бронежилетом и предложил мне тоже поехать и купить бронежилеты Каска. У нас не продаются бронежилеты с такой хорошей защитой. У нас просто, ну, условно-таки питбольные бронежилеты, которые могут защитить, наверное, только там от дубинки. Вот. Ну, и Каска у меня была велосипедная, потому что понятно, что настоящий Каске в Гаруси не достать так просто. И, значит, в этом мудервании мы пошли на съемку. Нам начали уже писать коллеги, что забирают флешки, бьют камеры. Мы шли на определенную точку, и все люди, которые шли оттуда, говорили нам не идите, не идите, не идите, там бьют, там бьют. И в какой-то момент мы послушались людей и коллег и решили выбрать более безопасную точку. Мне казалось, что мы выбрали самое безопасное место, где фактически очень мало было силовиков, вообще не было силовиков, там не строили баррикады. В какой-то момент подъехал бус, выскочили люди с такими большими ружьями, я не знаю, как они правильно называются, и побежали за нами. И я бежала медленнее всех, и меня подстрелили. Но мне очень повезло, что я была в бронике. Потому что, ну, как бы, никуда, меня подстрелили резиновой пулей, со мной ничего страшного, очень не произошло, никакие органы не задеты. Вот. И, ну, в общем-то, у меня попала одна пуля, хотя потом я увидела, что у меня попала в портфель, попала в бутылку, попала в каску, которая рядом моталась. Вот. То есть нас там, ну, как бы, обстреливали. Мы попробовали после этого уехать, но сначала, значит, мы выбирались через гранаты, потому что там начались закидывать гранатами, потом мы увидели, что людей достают просто из машин. Если они видят что-то подозрительное, их кидают, избивают, забирают, машины просто остаются посреди улицы. А у нас в машине броники, техника, фототехника, то есть каски. Мы поняли, что мы будем теми, кто впереди нас лежит на земле. Мы свернули, решили переждать, забрались на крышу ресторана. А давай, может, полистаем там. Я просто... Давай, прочую. Да. Вот. И мы забрались на крышу ресторана. Я еще даже там умудрилась после этого что-то снимать. Видимо, я так не отошла от... Я был в шоке. Вот. В общем, мы уехали... Этот ресторан окружили, он такой круглый. Его весь окружили. Мы много часов не могли оттуда выбраться, лежали на этой крыше. И... И после этого... После этого я просто заболела, слегла. Вот. с температурой. А давай следующий кадр. И, в общем-то, можно сказать, что я пролежала с температурой самой... А, нет, тут еще... В общем, я пролежала самый главный момент, который до сих пор держит очень многих людей. Это когда женщины в белом, с цветами, прекрасные наши женщины, вышли на акции против насилия. Не на акции, а в живые цепи по всей стране встали против насилия. Этот момент я не видела. И я знаю, что очень, ну, это важный для всех у нас момент, потому что он до сих пор, да, правда, держит всех нас. Но я представлю... Юра, когда ты уже вышла вот после этого на работу снова? Я вышла через три дня, три или четыре, некогда было болеть. А параллельно я еще расскажу, что я пошла, написала, и пошла в больницу, чтобы это зафиксировать, ранение. В больнице меня предупредили, что мы можем это зафиксировать официально, а можем просто написать таблетки, лекарства, полечить вас, потому что эти сведения тех, кто обратился, поступают в милицию. Я сказала, нет, это важно зафиксировать, обязательно. И после этого мне позвонили из СССР, из СССР, где мне сказали, что давайте будем разбираться, искать тех людей, которые вас подстрелили. И я написала заявление. Тогда полистаем, а потом я расскажу, чем мое заявление кончилось. Да, да. Вот. Это день инаугурации. его били, потом он попробовал убежать через... В секунду до этого он пытался убежать, и его уже избили так, что кровь не останавливалась. Вообще. Ира, у меня вопрос, как ты сняла этот кадр, потому что это пешеходный переход, ну, соответственно, это совсем небольшое расстояние, не знаю, максимум 5 метров. Да, это максимум 5 метров, и мне нужно было тоже очень много усилий, чтобы заставить себя просто сфотографировать, потому что... Потому что тогда... Тогда уже забирали журналистов, уже тогда их убили, но... Ну, просто я как бы про... Ну, не проносилась, но, в общем-то, я подбежала, сделала, и... и еще остановилась. Ну, и когда он пытался убежать, у меня есть другой кадр, где он пытается убежать, я уже понимала, что он задержался еще на секунду, потому что, ну, у него ничего не получится, и будет вот... то, что будет. Давай дальше. Это то, что я еще успела... Ну, в смысле, вот это... Те моменты, которые держат людей, самое главное, я, конечно, продержала, но это... Да. Многих людей из этой фотографии я потом пробовала найти, я знаю, что многие не в Барусь сейчас. Это женские марши, да? Да, это женские марши. Здесь только что людей, женщин очень сильно, брутально там задержали в тот день, по-моему, так, ну, безжалостно. И это видел ребенок, он очень сильно плакал, и женщина так просто подбежала к силовикам, начала на них кричать, а они просто начали издеваться над ней, говорить, что она плохая мать, и один из них протянул свою черную перчатку к ребенку, ребенок, и пытался как будто бы его успокоить, и у ребенка случилась просто страшная степь, потому что он только что видел, что эти люди бьют женщин. очень, очень для меня непростой кадр. Да. В этот день Лукашенко вышел, он прилетел на вертолете и вышел за вот эти вот ограждения, уже когда все люди ушли, все разошлись, он вышел благодарить своих как их назвать? Красавцев. Красавцев, да. Своих красавцев. А он так и сказал, да? Да. Да, он сказал «Вы красавцы!» Вы красавцы, да. И потом появилось видео, снятое с той стороны, где видно, что эта женщина осталась единственной, и ее, она стоит единственная, выходит Лукашенко и ее убирают. Одну единственную сейчас эту женщину так боялись, что она будет рядом с Лукашенко. Вот он стоял с иконой. У меня опять же вопрос. Стояла женщина здесь, она стояла ты. Тебя тоже убрали? Нет, а мы, а история была такая, что мы, то есть это нас осталось стоять, все люди ушли за мной, очень много людей, много тысяч людей. Мы ушли буквально 50 метров в отель, потому что интернета не было, вы знаете, в отеле, вот в том отеле Красун появлялся иногда, мы туда убежали сливать фотографии, и тут к нам заходит человек и говорит, и он видит, что мы обвешаны камерами, что мы фотографы, он говорит, ребята, там Лукашенко на улице вышел. Мы такие, ну да, псих какой-то. Столько не могли поверить. Ну понятно, что мы, если бы мы вышли с камерами, нас бы быстро служба охраны бы убрала оттуда, но сам факт, что это было так абсурдно, что Лукашенко, он говорит, Лукашенко прилетел на вертолете и стоит там. Мы такие, ну да, очень смешно. Мы просто не поверили, что так может быть. Ну, кадра бы мы и не сделали. Давай дальше листать. Это тоже тот женский Маш, где была женщина с ребенком. Женщины стоят в сцепке. Вот. А позже мы с коллегами, с моими коллегами-фотографами сделали фотографию на фоне этой же стенки, где мы тоже стоим в сцепке. Она моя любимая и символичная. Но я ее не положила, потому что я не знаю, хотят мои коллеги показываться или нет. Хорошо. Ну да, это тоже женский марш. Это задержание. Я когда потом отбирала фотографии, мне показалось, что это фотография из какого-то журнала Vogue. И потом кто-то так и вставил ее, как будто бы обложка Vogue. Она гуляла по интернету. И я хочу дополнить, что вот меня на этом марше тоже задерживали. Именно на этом марше. У нас был блестящий марш. Пойдем дальше. Это инаугурация президента Лукашенко. Это инаугурация Лукашенко. И это первая пострадавшая, по-моему, люди вышли на улицу, потому что инаугурация была тайной, никто о ней не знал, люди возмутились. А давай следующий кадр. Мне кажется, он меняет ситуацию. Потому что я смотрела, я так и снимала, я смотрела на ту женщину, как ей перевязывают голову, потом подняла глаза вверх и увидела, что это ОМОНовец. То есть его коллега в общем-то ее ударил, а он перевязывает эти глаза такие его испуганные. Долго я не могла выбрать, какой кадр отправить в редакцию. Этот или с человеком, который перевязывает, я отправила второй. Сказала, что он более полно описывает картину. Девочка, это фотографии я нашла. Эти девочки разговаривали с этим силовиком, разговаривали о насилии. И у девушки в черном были такие красивые глаза. Ее звали Надежда. Ее зовут Надежда. Есть, но уже, по-моему, к сожалению, не в Пелоруссии, если я не ошибаюсь. И в какой-то момент силовик сдался и начал с ней общаться, говорить, что он хочет насилию. Все тут было очень так дико. А девушка, которая с цветами стоит, ее парня очень-очень сильно избили. Он долго лечился в Польше и, по-моему, сейчас он тоже лечится до сих пор. Вот. И эта девушка не в Белоруссии сейчас. Это фотография тоже из женского марша, где девушкам не хватило места в автозаке. И ОМОН просит их уплотниться вежливо. Это было очень странно. Это рабочие, марши рабочих. Представим, там есть кадр, как они избегают с работы, их не выпускали. Мне кажется, это очень сильный кадр. Это же он. А вот один, наверное, из моих любимых. Хотя он как-то на удивление мало где был. Я просто хочу сказать, что Юра снимала проект про рабочих, которые участвовали в забастовке. Я не знаю, его где-то сейчас можно в открытом доступе посмотреть или еще пока что нет. Он называется Главные люди. он должен быть в доступе, но я вчера его пыталась открыть, там что-то с сайтом случилось. Но он называется Главные люди, наверное, вы можете. Главные люди, потому что когда они вышли они вышли я забыла слово страйковать. Ну, бастовать. Бастовать. Страйковать, да, бастовать, то мне показалось, что это самый быстрый путь к и самое главное ненасильственный к быстрым изменениям. Я подумала, что они могут стать главными резюме. Но, может быть, еще могут. Это то, о чем рассказывал Дима. Люди выходили каждый день тысячами. Похожий кадр, как у него, только в другого ракурса другое время. Это тоже 16 августа, да? 16 августа, да. Нет, нет, это не 16 августа. Это вообще какой-то будний день обычный. Это совсем обычный день. 16 августа у меня еще будет фотография. Это похоже даже на футбольного фаната, знаешь, какого-то. Да, так кричит. Что там дальше? Ага, тут я хотела сказать про... Это Лена Токачева, она работает на Тудбайе, она сейчас находится в тюрьме и 27 моих коллег сейчас находятся в тюрьме. Вот. Лена прекрасна. Это случайный кадр. Ничего себе. Это Коля Лукашенко. Сын, Александр, ты случайно шла по проспекту и увидела Колю Лукашенко. Да. Фактически так. Сейчас расскажу, почему он случайный. Это Коля Лукашенко, сын Александра Лукашенко. И я снимала... Это был день, когда Лукашенко вышел. 16 августа. 16 августа. Это был 16 август. Самый большой марш в Беларуси. Да. Несколько сотен тысяч людей тогда вышло. а власть решила тоже провести свой альтернативный митинг. Снизу на автобусах людей со всей страны получилось у них намного меньше собрать. Вот. И значит... Там тысяч 6 или 7 было. Да, да, 6-7 тысяч. Совсем там, да. По разным подсчетам на марше оппозиционном было сколько? 250 тысяч? Ну, там 200 тысяч это минимум от 200 до полумиллиона человек. Ну, да. Там очень сложно посчитать. Вот. А кадр почему случайный? Потому что вышел на площадь Лукашенко к своим сторонникам. да, искала слово своим сторонникам. Последовать. Извините. Своим сторонникам. И он... Я смотрю, какие-то... Какой-то очень смешной охранник стоит. Вот это вот пол охранников Лукашенко. Какой-то очень смешной, он похож на такого... Он так всем видом показывает, что он очень важный охранник. Я его щелкнула. Ну, я не обращала просто внимания. Так щелкнула и отправила в редакцию. А потом мне пишут, что вау, Ира, твой Коля Лукашенко набрал там за пару минут просто десятки тысяч там лайков, репостов. Я такая, да, это было. Коля Лукашенко, это случайный кадр. Ну, это везение. Это везение. И у меня есть надежда, что этот кадр будет когда-нибудь тоже моим везением. Потому что я надеюсь, что когда-нибудь этот кадр будет опубликован и станет моим главным. Тут Александр Лукашенко уходит. Есть еще один кадр. А, это то должна быть конец моей истории. Но я еще не успела рассказать. Расскажу ее коротко. Давай я скажу, что ты сейчас не в Беларуси. Да. так же, как и Дима сейчас не в Беларуси. Фотографам пришлось уехать в другие страны. Вот. И вот здесь у меня вопрос к вам обоим. Не знаю, может, Ира, ты передохнешь и скажешь, ну, расскажешь, почему ты в итоге оказалась не в Беларуси, почему Дима оказалась. Я, наверное, Диме сейчас передам слово, потому что вопрос у меня, как получилось так, что вы снимали, находились в центре, эпицентре событий, а сейчас вы не в Беларуси, вам вообще пришлось уехать. Дима, давай, может быть, ты ответишь на этот вопрос. Ну, окей, хорошо. Так, давайте, давайте с меня. Ну, я сотрудник интернет-портала от Дубай, самого большого новостного сайта Беларуси. У нас была статистика о том, что мы в среднем ежемесячно нас смотрело, читало 3 миллиона уникальных пользователей, это 30% населения страны. Мы были тем новостным порталом, сайтом, из которого большинство населения активного вообще черпало информацию по стране, и мы были негосударственным порталом. У нас были очень сложные отношения с властью, мягко говоря. Каждый месяц, каждая неделя с начала протестов, вернее, с июля, как я уже говорил, вот эти вот рамки дозволенного, вот, они сокращались, меньше, 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 меньше. В ноябре, по-моему, мы уже забрали аккредитацию, как СМИ, нам запретили писать и снимать, официально, дальше мы начали работать неофициально, на свой страх и низ, каждая акция протеста могла закончиться с тюрьмой. И в конечном итоге мне пришлось покинуть страну, потому что, условно говоря, была некая грань, когда работать стало невозможно. А 18 мая человеки пришли в офис Тубая, они разгромили вообще редакцию, сопутствующие стартапы с редакцией, задержали, посадили в тюрьму 15 человек, из них троих журналистов, главного редактора и двух пишущих журналистов из раздела политика. Им инкриминируют, что они не платили налоги. Ну, то есть уклонение от уплаты налоги. Ну, очень странное обвинение для сотрудников редакции, соответственно, не гендиректор, а именно журналистов. Мягко говоря, это нам кажется, что, но мы еще не видели ни одного доказательства, что это так. В общем, они забрали сервера с нашими всей информацией Тубая, со всеми статьями, они уничтожили домино имя, они уничтожили информацию в интернете, они шестерли. Нас 15 лет, как будто главного портала Беларуси, нет, не стало. Их не было эти 15 лет. Начались приняты были поправки в закон на СМИ, еще какие-то поправки, уже не помню, они уже собираются изменить гражданский кодекс Беларуси, то есть они создают такие условия, чтобы, как я уже говорил, мы не портили им картинку, потому что снимающая пресса, это пресса, которая может показывать реальность, а не картинку, которую хочет видеть кто-то из власти. Создались такие условия, когда работать было просто невозможно. Ну, например? У тебя нет условий говоря, ты не работаешь нигде, потому что уничтожен место работы. Мы уволены. 8 сотрудников лучшего новостного портала, фотослужбы новостного портала уволены. Уволены без выплат, без сокращений, потому что все счета заблокированы, все остались без денег просто к существованию, у нас нету мест работы, мест работы нету даже на рынке Беларуси, потому что в принципе вот так же закрываются все остальные негосударственные СМИ, а те, кто остались, там уже заполнен штат фотографов. И ситуация сходится к тому, что ты просто не можешь там находиться в принципе в Беларуси, не работать, не переучиваться, то есть тебе остается, ну, они выталкивают людей, которые так или иначе высказывали, не высказывались, даже были в августе 2020 года на улицах Минска, там, Беларуси, они выталкивают этих людей из Беларуси, а мы, как снимающие, для них тоже потенциальные угрозы, потому что мы рассказывали про все это, вот, и они выталкивают, садят людей, часть фотослужбы из 8 человек осталась в Беларуси, но нам же не в боязни, я тебе скажу честно, ну, вот, как-то так. Ира, почему ты уехала из Беларуси в итоге? Я уехала случайно, я поехала, но снялась на том, что написала заявление в Следственный комитет, на то, что меня подстыклили, и и после я поехала в командировку, снимала жертв насилия Беларуси, которые сейчас лечатся за границей, вот, и после того, как я уехала, через два дня у меня дома прошел обыск, прошел дома обыск у моей мамы, я оказалась свидетелем по массовым беспорядкам, по статье такой у нас есть, известная статья 293 по всем частям, первая, вторая, третья, есть у нас такая практика, что пострадавшие сначала становятся свидетелями, а потом они попадают на допрос, и после первого допроса они сразу попадают в тюрьму, или они остаются свидетелями, и непонятно, по какому принципу это все работает, вот, и получается, что я выехала в командировку, просто не вернулась домой, потому что я решила подождать и мне очень и да, я жду уже восемь месяцев, восемь-девять месяцев, мы не живем вместе с семьей, потому что мы все что-то ждем, но мне очень повезло, что здесь меня взяли учиться, то есть я ну как бы у меня есть на что переключаться, вот, да. Смотрите, у меня, я бы хотела вернуться, наверное, еще к чуть-чуть раньше, у меня такой вопрос всегда был, особенно когда то, что вы уже говорили, начались задержания, начались там избиения, посадки на суд и потом вообще в тюрьму, у меня и фотографы все равно продолжали снимать, не смотря на что, вот у меня вопрос, какую мотивацию вы для себя находили выходить каждый раз на съемку, да, вообще не знаете, чем закончить съемку, потому что, например, вчера вас задержали коллег, сегодня кто-то оказался там, ну, пострадавшим, раненым, избитым, я не знаю, вот что вы внутри себе говорили, когда вы выходили на съемку, и как вы готовились к этому, вот, морально и там, ну, как-то там, бронежилеты надевали, потом уже небезопасно было надевать бронежилеты, мы уже не носили их, ну, Юра, давай ты можешь начинать, я всегда, выходя на съемку, очень волновалась, я плохо спала, нервничала, переживала, все собирала так очень тщательно, продумывая, что, так, если я, если меня спасает на сутки, то у меня должна быть с собой там щетка, та-та-та-та-та, если там то-то случится, то-то, то-то-то-то, если я не могу вернуться ночевать домой, потому что не смогу кто-то выехать, вот так вот, этот, у меня был такой очень большой, большой портфель, дополнительные вещи занимали больше не место, чем техника, я волновалась, но когда выходила на работу, то я просто была собрана и все, и уже места во мне не было, надо было просто работать. Дима? Ну, про моральную часть могу сказать, что там было, было сразу проставлено одной старой жургальской фразой, вот мое отношение моральное. Первое, ни одна человеческая жизнь не стоит фотографий, которые ты сделаешь. Второе, очень мало фотографий стоит того, чтобы лишиться фотоаппаратуры. Я добавил третье, что также очень мало фотографий, которые стоят, чтобы ты сел в тюрьму. Вот, исходя из этих трех принципов, я как бы готовился к съемке. Я понимал, что, ну, то есть, закручиваются гайки, все сильнее и сильнее, там, нету правил, понимаешь, не до законов, как сказал Лукашенко, да, и я прекрасно понимал, что вот, что будет все хуже и хуже. Я готовился, ну, я морально, как скажем, готовился к тому, чтобы сделать работу. Вот, я выходил, потому что это надо делать. Это надо было снимать, это надо было рассказывать, это надо было, потому что это история, которая писалась в тот момент и пишется до сих пор к одни странам. И к этой истории мы всегда будем возвращаться, очень долго еще. И не только мы, но вся Европа, по сути. И вот, да, я себя тоже заставлял, тоже нервы, тоже беспокоился, я всегда пытался выбрать точку, которая понимала, что за спиной у меня никто не выстрелит в спину, скажем так. Это вот самая главная подготовка во время съемок, чтобы за спиной никто не выстрелил в спину. Вот такое. Когда я более или менее себя нормальное чувствовал. Что еще сказать? Да, сначала были бэджи, сначала, вот, первый месяц еще в июле никого не задерживали, потом начался август, потом надо было носить жилет, чтобы тебя не задерживали, потом бумаги с редакционным заданием, потом, значит, мы надели бронежилеты, потом мы начали через неделю прятаться в подъездах или среди толпы, чтобы не попасть первым, потому что журналистов начали бить первыми, потому что на них надпись была пресса, опять же, а человеки очень не любят эту надпись по одной простой причине. для них всегда есть вероятность, что потом их узнают на этих аудио или то есть видео или фотозаписи, что они творили, и они боялись бояться до сих пор. Именно поэтому на нас первых и накидывались. Соответственно, мы прятались, как могли в какой-то момент, и мы действительно оставались просто в окнах, нас пускали люди в квартиры, нас прятали, нас любили и прятали, потому что для них мы как бы считались людьми, которые уже по полгода живут просто на войне. но потом все закончилось, к сожалению. Я имею ввиду работу на улицах. В какой момент, Дима, она закончилась? Ну, для меня в феврале. То есть были еще акции, но они такие спонтанные, очень быстрые, знаешь, на зло акции, условно говоря, когда девушки выходили с бело-красно-белыми флагами, на 5 минут их потом задержали. Понятно, что такие акции почти во время оккупации проводиться не могут. Они закончатся так или иначе плачевно. Ну, и вот в феврале я, ну, то есть все, все закончилось. Не в плане акций даже, а в плане того, что снимать уже просто стало небезопасно. Волоси того, как журналистку Турбая посадили в тюрьму по делу 0 промилле. Она просидела полгода после суда за то, что просто написала, что убитый политический активист был трезвым. И вот только за это тюрьма. Официальная бумага. И ну да, тут уже был вопрос в том, даже не в том, что было полное состояние, когда белорусы нужны были, не то, что даже нужны были себе, а самое большое, что сделали для белорусов, это высказали обеспокоенность соседей. Это ты про Европу говоришь? Я про Украину говорю, про Европу, про Америку, я уже не говорю про Россию, но это уже не про фотографию разговора. Я поэтому я хочу кстати нашим зрителям сказать, что если у вас есть вопросы, у нас еще есть время поговорить, мы можем ответить на ваши вопросы, если вам что-то интересное. Я просто знаю, у вас, ребята, Дима, Ира, есть какая-то совместная история, когда вы были на какой-то съемке, я помню, Ира рассказывала там есть тоже какая-то такая про журналистов, про то, как это история, после которого я первый раз взяла выходные, потому что выходные никто не брал, но я думаю, что все мои коллеги работали без выходных, я тоже. Вот, это была история, что был какой-то воскресный марш, воскресный марш, когда выходит очень много тысяч людей, и идут там, каждый раз ходили мы разными маршрутами, вот, но обычно все собирались около одной точки, где у журналистов была квартира, куда их пускала очень милая женщина, девушка, это была очень хорошая обзорная точка, еще она нам давала свой интернет, и иногда еще кормила нас вкусными путеводами, что мы влетали, нам было некогда, а она такая, ну, пожалуйста, пожалуйста, стояла в дверях старелок, ну, пожалуйста, уважите меня, поешьте, очень милая, очень милая девушка, вот, и, значит, в какой-то день мы прибежали к ней домой, ее дома не было, то есть она уже спокойно уходила на акцию, оставила свою квартиру нам, вот, я, значит, вбегаю в квартиру, там уже есть Дима, там есть еще другие мои коллеги, а интернета нету, потому что коллеги включили прямую трансляцию, забрали весь интернет, и Дима говорит, что я знаю, что в другом подъезде есть открытый Wi-Fi, то есть люди открывали сами свой домашний Wi-Fi для того, чтобы журналисты или другие люди могли просто к нему подключиться, то есть ты идешь как бы и ты видишь периодически, Wi-Fi назывались, Дим, как назывался этот Wi-Fi, Живи Беларусь? Ой, там Стоп Лука или Живи Беларусь или там Чучерик там были, там разные варианты, там это было, как, знаешь, как плакаты, да, то есть вот название этих роутеров. И по ним их можно было понять, что это как бы кто-то для тебя открыл интернет. Мы, значит, побежали в другой подъезд, отправили фотографии, разбежались, и тут через некоторое время я узнаю, что в ту квартиру буквально через две минуты, как мы убежали, начали врываться силовики, стучать в двери, пробовать ее выбить, потому что они увидели, с какой квартиры просчитали идет трансляция или они увидели, может быть, камеру с окна, ну, потому что была трансляция, трансляция это был один из главных врагов, две девочки, которые делали трансляции из Буслата, сейчас сидят в тюрьме, дали два года, только за то, что они делали трансляцию, вот, но вернусь к этой истории, силовики выбивали двери, они открутили дверной глазок и пускали в квартиру газ, и это было на протяжении трех часов, на протяжении трех часов трое моих коллег были заперты в квартире, лежали на полу, заткнули все двери тряпками, потому что шел газ, ну, и некоторые из них молились, и после этого, когда я услышала эту историю, я просто, не знаю, мне-то так было страшно быть запертым, как зверь просто, я бы с этого взяла выходные, потому что после этого я все сломалась, такая у нас история была с Тимом. Ну, там, там, я думал, я думал, что ты сейчас про телефон расскажешь, ну, да ладно, сейчас не рассказывала, да, это старая история, до двадцатого года, ладно, забыли. А, точно. Вот, да, там были, на самом деле, не девушки, там парни были трое, в видеооператорах, которые делали онлайн, ну, да, у каждого эта история, там, есть, когда уже ты говоришь, что стоп, хватит, потому что, ну, начинаются моменты, когда, ну, ты видишь, какой ужас вообще становится на улице. Для меня такое вообще, если так рассказать, момент, наверное, был, когда уже, ну, я уже понял, что слишком опасно, это, я заболел, на самом деле, в ноябре ковидом, я три недели лежал в больнице, и вот, мне было очень тяжело, достаточно, очень физически тяжело и психологически, потому что, там, три недели лежать в помещении, четыре на шесть метров, и не видеть человека вообще, в принципе, кроме людей в этих масках-халатах, и вот, ты каждый выходной это все видишь, читаешь, а тебе еще и температура 38-39, ну, в конце концов, вот, а потом ты выходишь и не можешь даже пробежать сто метров, потом все-таки физически ослаб. И вот, полтора месяца ковида, они мне, конечно, сломали просто психологически, физически, то есть, я бы мог, может быть, еще что-то поработал на акциях массовых еще, там, дворовые акции, протесты, которые проходили, когда люди начали уже домами собираться, просто ходить по району, там, по тысяче, по полторы тысячи человек просто ходили вокруг домов, в спальных районах, но, но я был просто сломлен болезнью, вот, ну, у каждого, на самом деле, у каждого фотографа есть такая история. Ира, а когда ты взяла выходной, это вообще уже когда было, ну, какой это был месяц, какой месяц протестов это был? Дима, когда это было? Слушай, наверное, это было все-таки то ли, по-моему, конец сентября, вот что-то такое. Или начало гостепря, да? Ну да, что-то такое, вот, где-то там уже, уже была осень, достаточно такая, ну, то есть там уже были золотые листья павшие даже, вот, что-то такое. Да, я помню, был мокрый асфальт. Это был, да, это были, да, 150 тысяч человек пошло, решило пойти к красавцам в уручье, по-моему, этот день был. Да. О, да, это начало октября, это было очень холодно. Да, это начало октября. То есть, по сути, вы два, два, три месяца работали без выходных, получается? Нет. Ну, вот до этого. Лето, а как же лето? А у меня еще было, я еще и ковид весной снимала. Ну, в смысле, вообще без выходных, да, но было очень горячее лето на работу, потому что все время что-то происходило, не было отпусков. Ну, у меня еще и весна такая получилась. Ну, у меня получается, да, у меня получается, я когда, по-моему, 1 августа у меня был один выходной, и потом я, мне дали один день отдохнуть 2-3 сентября, что-то такое, потом меня задержал в обеих, потом, значит, меня уже стали меньше отправлять на марш, чтобы я не попался второй раз, чтобы уголовку не заявили. и да, то есть там вот где-то полтора месяца у меня не было выходных, и вообще была ежедневная работа. Я прошел в 500 километров за пешком. Да, счетчик, конечно, показал мне рекорд. Слушай, Ира, ты рассказывал про историю вот журналисток Кати и Даши, которые вели стрим с площади перемен. Это одного из активных дворов в Минске, где убили Романа Бондаренко, и где потом люди собирали, чтобы почтить память. Две журналисты вели стрим, когда силовики приехали и начали разгонять людей. Ты говорила, что у тебя, что ты, может быть, хотела бы прочитать письмо Даши. Да. Надо сказать, что журналисток осудили на два года за... Я не помню, как там точно формулировка. В общем-то, суть такая, что как будто бы они координировали марш. А они просто вели стрим? Они просто вели стрим, журналистский обычный стрим для телевидения. Я нашла письмо ее, но оно на белорусском языке. Если дадите мне минутку, я буду... Ну, или, может, я по ходу попробую. Буду считать медленно. Хорошо. Вот. Даша Чульцовой 23 или 22 года. Она только недавно приехала в Минск и работала видеооператором. очень маленькая, очень крупкая девочка. И пишет она такое письмо. Мне тут первое, что пришло. Пока я была на свободе, собиралась кому-нибудь написать. Но так этого и не сделала. и неужели я сейчас достойна всех этих писем? Все слова, вся поддержка. Мне кажется, я никогда не могу найти слов, чтобы отблагодарить. Мне очень сложно отвечать людям. Я не знаю, как сказать им спасибо, потому что этих слов просто недостаточно. Они благодарят меня, а я просто делала свою работу. Мне не бывает очень грустно, ощущение, что за этими стенами больше ничего нет. Как будто там просто пустота, как в космосе. Временами кажется, что это уже никогда не закончится. В то же время тут бывают правда хорошие моменты. Я бы сказала, даже счастливые. Часто мы смеемся так, что просто невозможно остановиться, а слезы текут ручьем. Я не забуду эти моменты. Да, так она закончилась. Да, сколько осталось девочкам сидеть, и как вы думаете, как ты думаешь, вы сидят и на свой срок? Девочкам дали два года, им еще сидеть это полтора года. я думаю, что девочки могут стать предметом политического торга, если это так неоднократно уже было в Беларуси, когда были заключенными торгуются, но у меня есть ощущение, что может случиться так, что девочки сидят. Я надеюсь, что нет, конечно. Ну, да, мы все надеемся. на самом деле. Смотрите, я еще раз, если, мы просто будем заканчивать, если есть вопросы, задавайте. Я, наверное, задам последний вопрос нашим фотографам, нашим спикерам. Я не знаю, вы, конечно, уже уехали какое-то время назад, но у меня такой вопрос просто банальный до ужаса. Как вы думаете, возможно ли сейчас работать фото-журналистам или журналистам у нас в Беларуси, потому что у нас совершенствуются, так сказать, законы, когда журналист приравнивается уже официально к участнику массовых мероприятий, его за это будут судить, так же, как участников несанкционированных акций. Там много чего нельзя снимать, в принципе, и так нельзя было. Ну и в целом, когда рушатся и убиваются СМИ, как это произошло с Тубай на данный момент, и ну мне просто, вот что вы думаете, когда у вас был пик такой, вы очень много работали, вы не спали, без выходных, месяцами, и вдруг все закончилось, вы не в Белоруссии, профессии практически нет в стране, но как бы много происходит всего на самом деле, как работать, как вы думаете, вообще можно ли работать, что вы вообще думаете по этому поводу? Ну, кому, давай, назначай это раз, во-вторых, как бы что бы они ни делали, ну, я сейчас не про фотографии, в принципе, про жильки, все равно это рано или поздно закончится, я в этом точно уверен, работать сейчас, если мы говорим про работу или про призвание, да, сейчас невозможно, а про призвание, как фотография, подобный, да, ну, ты выживаешь, ты находишь какие-то баги в этой системе, пытаешься снимать там на будущее, те, кто остался в Беларуси, если он считается, что это вот фото-журнастика его призвания, они пытаются как-то, а, выжить психологически, б, снять все-таки то, что там происходит на уровне не активных событий, а вот, знаешь, как общество живет, чем живет. Оно все равно продолжится, все это будет в архивах лежать до, я не знаю, до какого момента, что там происходит, как оно человек, людей, потому что они, еще раз говорю, власть, ну, нынешние управленцы, скажем так, они ненавидят неуправляемость картинки, да, красивую картинку хочется. Вот они ненавидят за это журналистов, снимающих в Беларуси, но всегда найдутся люди, которые будут снимать. Я надеюсь на это. Даже такой прикрыш. Как Куделка, да, то есть Куделка же тоже как бы в Праге, его фотографии не через неделю попали в Лондон или в Париж, да, через, по-моему, чуть ли не через полгода, а про то, что это Куделка снимал, мы уже узнали лишь после того, как он уехал из Чехословакии, то есть как бы то же самое. подождем. Я надеюсь, что писать, снимать ту историю, которая есть, еще есть. Ира, ты что думаешь? Ну, ты так хорошо сказал. Последняя фраза, что-то так сильно, да. Мои коллеги работают, и я этим очень восхищаюсь, я вообще каждый раз восхищаюсь. Ходят на съемки, и не садятся на сутки, выходят, работают. И это очень, ну, это меня очень восхищает. Мы еще увидим эти работы, даже если сейчас их не видим. Вот. Мне кажется, это вопрос только времени. Ты ответил на один из вопросов, который нам задали, что вы знаете ли, чем занимаются ваши коллеги, которые остались в Беларуси? Вот, ты говоришь, что кто-то работает, может быть, кто-то занимается что-то, делает что-то еще? Может быть, люди там, я не знаю, просто ушли из профессии? Ну, наверное, я сейчас быстренько отстреляюсь. По поводу, да, фотослужбы восемь человек остались без работы, без средств существования, госструктурованные на, ну, государственные газеты и издания, не знаю, пропагандистские больше, чем государственные их называют, они не пойдут работать, да, их не возьмут, может быть, к счастью, да и желания у них нет на это идти. Пока что, ну, прошел лишь месяц после того, как разбили редакцию, кто-то восстанавливается силой, потому что это был длинный марафон длиной в год для фотографов Тубая, но мы с ними пока что на связи, к счастью, они просто восстанавливаются, ну, просто восстанавливаются. После такого марафона два месяца минимум надо просто прийти в себя. Есть еще один вопрос. Сможете либо работать фото-журналистами за границей, продолжите работать? Давай, наверное, я отвечу. Я сейчас не работаю за границей как фотограф, потому что, во-первых, потому что я не хочу, не могу пока, но, то есть я сейчас, ну, понятно, что здесь надо как-то жить за что-то, я сейчас быстренько переучилась, у меня есть другая работа, вот, как бы можно, но без знания контекста работать фото-журналистом в другой стране, мне кажется, что очень сложно. Ну, вопрос с местом работы, естественно, потому что там любая страна, ну, в любой стране все хотят местных сотрудников по одной простой причине. Сотрудник понимает, что вообще происходит, да, он понимает вот эти вот подводные камни, течения, каждая страна, даже Россия, в России думает по-другому, чем в Беларуси. И образы мышления другие. Я не могу сказать, что я не смог бы работать, условно говоря, фотографом в другой стране, но пока что вот надо бы найти место работать, а там посмотрим. Это как, знаешь, когда-то в 99-м году меня папа встретил один раз в своем фотолаборатуре, говорит, Дима, там в одной газете, а я был студентом, Дима, там в одной газете место фотографа освободилось, не хочешь попробовать? Я такой, ну, почему бы и нет? Ну, вот в 99-м году началась карьера Дмитрия Бруско как фотографа, которая пока приостановилась в 2021-м году. Поэтому я не могу сказать, вот, знаешь, нет или да. Если ввязаться в это во всем, я думаю, что я потяну, но надо ввязаться. У меня вопрос, если когда у нас что-то резко поменяется, вы бросите, вы, допустим, нашли свою работу, бросите ли вы свою работу в середине дня со всеми там, что бы вы ни делали, и приедете ли вы в тот же день снимать и вернуться в фото-журналистику, если то нужно будет. Короткий ответ, да. Мне просто не хочется заканчивать, мы очень ушли в какую-то минорную такую стезю, и мне хочется пофантазировать, чтобы... Короче, у меня есть план, как я буду возвращаться и где я и с кем буду отмечать. А, ну, конечно, ты на него не расскажешь. Почему? Но я буду на той крыше отмечать, где я пролежала тогда, вот, и у меня в руках будет зелёный чемодан, тут надо раскрывать контекст, но я уже знаю, с какими вещами и как я поеду в Беларусь. Сразу же. Дима, а ты бросишь свою работу, если тебе что-то сейчас найдёшь? Как минимум, если я найду работу, как минимум, я съезжу в отпуск на недельку попить шампанского в Минск, да, а там посмотрим. Надо сначала, понимаешь, вот, когда... Надо сначала ввязаться в что-то, да, чтобы... А потом уже распираться, куда ты ввязался. Поэтому... неделю шампанского я кофею, и моя печень выдержит. Боже, прекрасное, по-моему, окончание. Я, ну, правда, надеюсь, что кому-то наши, ваши рассказы были интересны и полезны. Надеюсь, что всё так и будет. Вот, и чем быстрее, тем лучше. и я вам желаю, ребят, удачи. Вот, держитесь. Я хочу сказать большое спасибо ещё раз месяцу, аришескому месяц фотографии, Армису Бакусу лично за большую включённость, сопереживание. И если нас смотрят представители СМИ в других странах, помните, что сейчас есть журналисты из Беларуси, если вам это интересно, эта информация. Хорошие журналисты из Беларуси. Отличные журналисты, это правда, это без плохие, ну, хорошие журналисты, да, тут. Вот, и если вы можете чем-то помочь, а это самое простое, это дать работу, люди знают, как работать в разных условиях, вот, поэтому это будет самая главная помощь. Поэтому всем хорошего вечера. Ещё важно, мне кажется, что касается фотографов и журналистов, ну, не забывать про то, что сейчас происходит, и рассказывать про Беларусь. Так что всем хорошего вечера, спасибо, что подключились и смотрели нас, а ребята, вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего вечера. Пока-пока. Пока.